Я приветствую вас от имени исследовательского центра Еврейского музея. Меня зовут Урий Гершович. Это конференция, плод совместных усилий нашего музея и бендельштамовского общества. И я передаю слово Аркадию Кавельману. Да, мы начинаем эту конференцию в раннемосковский час, когда очень тяжело добраться, встать. Тем не менее, спасибо тем, кто пришел. Мы предваряем эту конференцию приветствиями. Мы приветствуем вас в Еврейском музее. Эта конференция происходит в Еврейском музее. Почему именно в Еврейском музее, вы, наверное, поймете из самой этой конференции. Я не буду на эту тему разглагольствовать. Я хотел бы предоставить слово одному из хозяев и организаторов этого музея, председателю управления музеем и редактору замечательного журнала «Лихайм» Боруху Горину. Спасибо, Аркадий Винцович. Для нас, конечно, это большая честь быть одной из площадок конференции Дней Мандельштама в Москве. И мне представляется, что это, на самом деле, конечно, с одной стороны, очень логично, не только потому, что будет ясно из дней, проведенных здесь, но и, конечно, очень в определенном смысле ново. И потому, что музей – это новая площадка относительно, и потому, что темы, которые здесь будут обсуждаться, они не так уж изучены, по крайней мере, не так уж изучены массовым сознанием. Конечно, фигура, которая стала краеугольным камнем этой конференции, а по ходу действия еще и краеугольным камнем русской культуры, в каком-то смысле это абсолютно атлантида вот такого ушедшего, на самом деле, дискурса. Людей из очень родовитых, из очень укорененных еврейских семейств, так укоренившихся не только в мировой культуре, но так, с одной стороны, далеко ушедших от своих корней, а с другой стороны, так питавшихся своими корнями всю жизнь. Я вот, в общем, конечно, ничего нового не открою, но в определенном смысле, мне кажется, и на воротах этого музея можно было бы в качестве цитаты написать две знаменитые достаточно фразы, которые на меня в свое время произвели огромное впечатление, именно в силу того, что они являются ответами на вопросы «Почему? Как? И почему так далеко?» Знаменитая фраза «Крепкий, румяный русский год катился по календарю с крашенными яйцами, елками, стальными финляндскими коньяками, декабрем, вейками и дачей». А тут же путался призрак. Новый год в сентябре. Они веселые и странные праздники, терзавшие слух дикими именами. «Роша-шана» и «Ёмки-пур». Это на самом деле не специально, конечно, мы приурочили конференцию к рождественским дням с крашенными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками. Но, тем не менее, конечно, в этом есть перст. И мне кажется, что вот этот выбор между веселой Европой и хмурым, достаточно аскетским еврейством, особенно балтийским еврейством, это вот тема, которую мне было бы очень интересно обсудить. Ну и, наконец, конечно, самое, я бы сказал, поразительное и содержащее в себе наиболее важное для, не только изучения, для осмысливания, осмысления идеи и заметки Мандельштама, это о своем учителе, о Меламеде. Одно в этом учителе было поразительно, хотя и звучало неестественно. Чувство еврейской народной гордости. Он говорил о евреях, как француженка о Гюгое Наполеоне. Но я знал, что он прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому ему не верил. И мне кажется, что вот этот диссонанс между национальным чувством, между укорененностью, о которой я с самого начала говорил, и неким ощущением неловкости при общении с окружающим миром, это уже сегодня не столько и не только еврейская история, скорее уже все больше нееврейская история. И поэтому, находясь практически на крыше или, по крайней мере, возле центра толерантности, этот, как сейчас принято говорить, месседж, это послание о диссонансе между космополитизмом, с одной стороны, пусть и вынужденным, и национальной гордостью, с другой стороны. Это тот нерв, который повлиял невероятно на творчество Осипа Емельевича, но и, конечно, на роль еврейской молодежи, еврейских мастеров в русской культуре. Именно на этом нерве, на мой взгляд, глубина этого участия и выросла. И это все невероятно интересно и невероятно важно. И поэтому я еще раз хочу выразить свое ощущение гордости не француженки по поводу Гегоя Наполеона, а одного из представителей еврейского музея, гордости за то, что эта конференция имеет честь, это помещение имеет честь представлять свое место для такой замечательной и важной конференции. Я надеюсь, что это будет определенным началом большого пути. Большое спасибо. Спасибо вам. И разрешите мне предоставить слово академику, директору Института русского языка РАН Александру Михайловичу Молдовану. Спасибо. Я должен сказать, что событие, которое послужило поводом для сегодняшней конференции, 75-летие со дня гибели Осипа Мандельштама, вызывает огромное эмоциональное волнение. Поэтому мне меньше всего хотелось бы, чтобы мои слова воспринимались как приветствие, как это обозначено в программе. Размышляя об этих событиях, я подумал, что не представляю, почему в известном разговоре с Пастернаком Сталин все допытывался. Это мастер ли Мандельштам? Это такая злодейская пытливость. Он не спрашивал, лоялен ли Мандельштам, готов ли он, как нынче модно, признать свою вину, покаяться, если угодно, в терминологии того времени. Нет, его интересовало именно мастер ли Мандельштама. И это интересно, потому что слово это точным образом обозначает достоинство Мандельштама. Вполне вероятно, что оно выпало из окружения Мандельштама вместе с известным стихотворением. Вообще, слово это весьма характерно для Мандельштама. Ближайшую аналогию по этическому ремеслу, как известно, Мандельштам видел в том, что, как другие ремесленники, мастера, архитекторы или зодчие строят свой храм. И отношение к слову у Мандельштама было такое, как если бы это был древний строительный материал наподобие камня или дерева. «Мы вводим готику в отношение слов», писал он в своих акминистических манифестах. «Все поэты размышляют о свойствах языка, но по высказываниям Мандельштама о языке и в особенности о русском языке можно строить академический курс. Они абсолютно точны по филологической мысли и гениальны по форме, поэтому мне хочется прочесть только некоторые из них. Язык, хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в покое, от точки и до точки, ослепительно ясный в сознании филологов, в пределах всех своих изменений остается постоянно величиной, константой, остается внутренне единым. А вот это вот с современным пуристом. Русский язык, так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний. Или русский язык, язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения. Или вот совершенно замечательная мысль. Если западные культуры и истории замыкают язык извне, огораживают его стенами государственности и церковности и прочитываются им, чтобы медленно гнить и зацветать в должный час его распада, русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка, не вмещающейся ни в какие государственные и церковные формы. Это сродни размышлениям, известным Тургенева о русском языке и, соответственно, русском народе, который, как ему хотелось бы верить, будет достоин своего языка. Отношение к слову выделяет Мандельштама из ряда друзей по цеху и связывает через столетия с эпохой Пушкина, эпохой формирования русского литературного языка. Мандельштамовские многочисленные аллюзии на Пушкина и его эпоху сегодня хорошо изучены. Владимир Николаевич Топоров отмечал неслучайность столетней дистанции в этой перекличке и видел в ней осознанный специфический вариант мифа вечного возвращения. Ну вот известные строчки «Сто лет тому назад подушками белело» или «Кончался века первых мель» или «Сияло солнце Александра сто лет тому назад, сияло всем». К этому можно добавить, о чем тоже не раз говорилось, где-то начиная с 90-х годов прошлого века, что и гибель Мандельштама отделяет от смерти Пушкина столетие. Есть какое-то зловещее дежавю в том, что через сто лет после дуэли на Черной речке 12 октября 1938 года Мандельштамовский эшелон привез его на станцию «Вторая речка». Но я не хотел бы углубляться в символическое значение этих совпадений и круглых дат. Оставим это поэтам. Ахматова говорила о Мандельштаме. У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока. Но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама? Узнать откуда – это уже вполне филологическая задача, решению которой, я надеюсь, послужит и наша нынешняя конференция. Спасибо. Спасибо огромное, Алексей Михайлович. Разрешите мне предоставить слово человеку, который больше многих других, наверное, сделал в нашей стране для воскрешения имени Мандельштама, для изучения его наследия, Павлу Нерлеру. Спасибо. Вот было сказано, и справедливо было сказано о том контрасте между такими мрачными, сентябрьскими и еврейско-новогодними днями и, казалось бы, такими праздничными и ярмарочными днями празднования христианского Рождества. А на самом деле декабрьские дни, вот эти последние дни, те дни, к которым нас всех уже навсегда как бы пристегнул Осип Мильч, он даже там, вот как тоже было сказано, прозвучало слово «перст», это дата его гибели. Это очень… Как было бы комфортно собраться где-нибудь в тёплом месте, в сентябре, в том же лево-октябре, в бархатную какую-то полосу. А сейчас, конец года, все страшно замотаны, все страшно измучены какими-то служебными и другими. И вот поэтому именно в это время, в самые неподходящие, не подумав о том, насколько всем нам будет трудно, мы собираемся именно сейчас, и это так уже повелось и будет вестись. И день рождения Мандельштамовский, 15 января, казалось бы, да, тоже, в общем-то сказать, для какого-то величания, для какого-то вспоминания о нём, тоже тяжёлый. Вот доска, у которой до того, как памятник Москве появился, замечательный памятник работы скульпторов Мун. Какое неподходящее время, каникулы, то есть, в общем, короче говоря, Мандельштамм не считается с нашими удобствами, и такова его нам, как бы сказать, что ли, вот воля, да. Почему, тем не менее, мы собираемся, и почему это произошло здесь. Музей очень молод, ему больше, ну, год с небольшим. И одним из первых мероприятий, которые здесь состоялись, был вот сэфер этого года. И я помню ту дискуссию, из которой, собственно, вот эта конференция, как и семечка, проросла. Аркадий Кавельман, наш председательствующий, очень точно, так сказать, уловил нерв проблемы и сказал, вот да, вот это еврейский музей, здесь столько еврейских судеб, да, но судьба, есть судьба Мандельштама, есть судьба, допустим, например, его, условно говоря, палачей, да, тоже немало среди них было евреев. А ведь, а где же слава, где же слава таких замечательных людей, вот, вот с этого, как бы, контраста судьба и слава, не обязательно еврейская, но, во всяком случае, сказать, вот другой такой совершенно взгляд. А вот от этой пробежала некоторая искра, несколько разговоров, и из которых постепенно прорастала и вот выросла, выкуплилась наша сегодняшняя конференция, и вообще эти Мандельштамовские дни у нас были более такие, может быть, масштабные планы, но не все сразу получается. И мне кажется, что это очень хорошо, что вот новое такое место, так сказать, место, которое обещает быть, ну, творчески стимулирующим, что ли, сказать, для таких меж, ну, как бы, таких смежных, таких пересекающихся, налагающихся внутренний друг на друга сюжетов, какие нам дарит Мандельштам, вот Еврейский музей, в данном случае, мне кажется, площадкой экспериментальной и очень важной и удачной. Хочу сказать напоследок вот что. Ну, в общем-то, время, в котором мы живем, достаточно исполнено какой-то, так сказать, центробежный, центробежный какой-то, так сказать, вот раздирающий, отдирающий друг от друга людей какой-то энергии, так сказать, вот Мандельштамовская поэзия, воронежские его стихи, написанные в такую тяжелую пору, так сказать, она несет в себе определенный заряд, который всему этому нас друг с другом ссорящим, толкающим какую-то, так сказать, глубину суеты и бог весь чего, если так задуматься, всему этому противостоит та поэзия Мандельштама. Именно это самое главное. Почему говорят о том, что, ну, сравнивают Мандельштама с Пушкиным, 20 век, Мандельштам, 19-й Пушкин. Это неважно, там есть другие замечательные поэты, но вот именно вот это вот ощущение, ну, такой просвещение, сакральный просвещение, ну, какой-то очищающий, очищающий, так сказать, который возникает от мандельштамских стихов, это то, что очень редко и то, что делает нас действительно обязанными. Я хотел бы поддержать ту традицию, чтобы у нас и стихи время от времени звучали на конференции, это бывает нечасто, я прочту одно стихотворение «Батюшков». Словно гуляка с волшебную тростью Батюшков нежный со мною живет, Он тополями шагает в замостье, Нюхает розу и дафну поет, Ни на минуту не верю в разлуку, Кажется, я поклонился ему, Светлой перчатке холодную руку Я с лихорадочной завистью жму, Он усмехнулся, Я молвил спасибо, И не нашел от смущения слов, Ни у кого этих звуков изгибы, И никогда этот говор валов, Наше мученье И наше богатство Костноязычный С собой он принес, Шум стихотворства И колокол братства, И гармонический Проливень слез, Я отвечал, Не оплакавший тасса, Я к величаньям Еще не привык, Только стихов Виноградное мясо Мне освежило Случайно язык, Что ж, Поднимай Удивленные брови, Ты горожанин И друг горожан, Вечные сны, Как обращики крови, Переливай Из стакана В стакан. Спасибо. И заключает Нашу вводную Часть Алья Бердегалыева, Куратор Выставочного проекта Собеседник. Я благодарю Всех уже высказавшихся За это открытие Замечательное И сейчас я произведу Наверное, Свою роду Тоже открытие Выставки, Которая здесь Не представлена Но я приглашаю Всех в пятницу В 7 часов Галерея Культпроект По адресу 2-й Обыдинский Переулок 12А Чтобы вы смогли Увидеть Вот Ту связь, Наверное, Которая, С одной стороны, Покажется Случайной здесь Это связь с Францией И Специально приуроченную К Мандельсамовским Дням в Москве Мы открываем Выставку Французской художницы Казалось бы, Франция здесь Неуместна, Потому что Все-таки Это Россия, Это Москва, Это Это Также Еврейский музей То есть Определенный Контекст Но Произошло Это абсолютно Так совпало То, что Ровно год назад Французская художница Мариан Белл Тоже заинтересовалась Мандельсамом Она Открыла Его для себя Как Просто Как первооткрыватель И Интересно будет Посмотреть на ее взгляд И Наверное, Вот это Будет Такое Высказывание В форме Абсолютно Ненаучном Как будет Например Сегодня-завтра Здесь звучать Все доклады А художественный Пластический Такой Взгляд Взгляд Художника И Должна сразу Признать Что На этой выставке Будет представлено Очень много Произведений Самого Мандельсамма И Будет Возможность Видеть Их Всех В целостности И прогуляться По экспозиции И Увидеть Вот этот Вот Вот этот Вот Рассказ Повествования И Наша Выставка Называется Собеседник И Не случайно Потому что Вот эта Вот проблема Того Кто же Является Собеседником Искусству Она является Очень важной Она является Очень важной Для искусствоведов И я Сама Я являюсь Искусствоведом И могу С честностью Вам признать Что Восприятие Искусства Оно Всегда Очень Индивидуально Как вы Знаете И Поэтому Как можно Судить Поэта Как можно Судить Искусство Как можно Судить Поэзию Если только Не воспринимать Ее Просто Не быть Собеседником И Идея Мандельштама О том Что Собеседник Это Тот Человек Который Находится Рядом С нами Это Конкретный Человек Это Общество Это Кто Это Кто Некоторое Такое Абстрактное Понятие И Он Описывает Этот Образ Беседы Искусства Со зрителем Как Читателя Который Получит Послание Тайное Послание В бутылке И Откроет Его Через Время И Не важно Даже В каком Месте Интересно Что О Мандельштаме Думают О Мандельштама Читают Во всем Мире Разные Люди Дети Взрослые Специалисты И Неспециалисты И Мы хотели Своей выставкой И Достаточно Разнообразной Программой В январе Там будут Еще и Детские Чтения И презентации Детских Книг Всем этим Мы хотели Добавить Вот этот Вот Без Темных Каких-то Образов Обывательский Взгляд На поэзию И на искусство Взгляд Простых Людей Которые Любят Мандельштамы Которые Его Воспринимают Читают И Я Приглашаю Сегодня Собравшихся Здесь Специалистов Увидеть То Что Как Смотрят На него Художники Вот И Я хотела Бы Лично Поблагодарить Павла Марковича Нерлера За то Что Он Нам Позволил Выступить В рамках Этих Дней И Быть Частью И Растянуть Их До Января Охватить День Рождения Мандельштама Не только Дату Его Смерти Я Хочу Поблагодарить Еврейский Музей Центр За толерантности И лично Илью Чечек За помощь За поддержку И за Интерес Вот И поздравляю всех С открытием Спасибо Алия А теперь У нас По расписанию Нашей конференции Маленький кофе Брейк Что Можно было Попить кофе И выдержать Высидеть Страшные доклады Которые Последуют После этого Продолжение следует